Биофотоника – это наука, где с помощью света получают информацию о состоянии биологических объектов, молекул, клеток или тканей. Этим занимаются и в одной из мегагрантовых лабораторий республики. Уфимские ученые работают над проектом, который позволяет медикам вычислять патологии прямо во время операции. Мы в рамках реализуемых проектов получили семейство решений для медицинской диагностики средствами биофотоники. Это те технологии, которые позволят врачам уже в ближайшем будущем непосредственно во время операции определять границы патологии для максимально эффективного проведения оперативного вмешательства. Другая лаборатория на базе УГНТУ проводит научные исследования по измерению выбросов и поглощения парниковых газов. Помогает в этом современное оборудование – беспилотники, газоанализаторы, космические и наземные системы. Для того, чтобы понять вообще, как регулировать, как остановить это глобальное потепление климата, нужно сначала научиться оценивать как раз поглощающую способность наших экосистем. Только после этого мы сможем тогда разрабатывать уже технологии, повышающие поглощающую способность. Ученые лаборатории также установили на территории республики первую и единственную в России эколого-климатическую станцию. Она фиксирует потоки парниковых газов. Всего в Башкортостане по программе «Мегагрантов» с 2021 по 2023 годы выделено 4 гранта по 75 миллионов рублей. Башкортостан является заметным таким явлением в научной жизни Российской Федерации. Напомню вам, что по итогам 2022 года Башкортостан занимал четвертое место в рейтинге научно-технологического развития Российской Федерации. Это очень высокий показатель. По итогам 2023 года мы занимаем восьмое место, то есть находимся в десятке по уровне научно-технологического развития. Поэтому это хороший показатель. Ради Хабиров отметил, что ежегодно из бюджета республики выделяется 200 миллионов рублей на организацию стажировок и решение жилищных вопросов молодых ученых. Кроме того, уже летом планируется приступить к строительству второй очереди кампуса площадью в 120 тысяч квадратных метров. Сдать его должны в конце 2025 года.